Очередное заседание Законодательного собрания области из-за коронавируса прошло в дистанционном режиме по видеоконференц-связи. Депутаты обсудили ряд важных решений. В частности, во втором чтении приняли изменения в законе о налоге на имущество организации. С 2021 года он будет начисляться, исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Коснется это в том числе офисных зданий, торговых и административных центров, объектов общепита и бытового обслуживания, жилых помещений и строений, имущества представительств иностранных организаций. В итоге, в варианте, народные избранники добились преференции для бизнеса. Так, изначальная налоговая ставка для предпринимателей, пользующихся упрощенной системой налогообложения, снижена с 1,5% до 0,1% от кадастровой стоимости. Минимальную площадь объектов, которые будут облагаться налогами по новой системе, увеличили с 1000 квадратных метров до 3000. В результате удастся сократить число предпринимателей, которым придется платить налог на имущество с кадастровой стоимости. Надеемся, что это позволит им в 2021 году пережить непростую ситуацию и дальше развиваться. Для остальных также предусмотрено снижение ставки с 2 до 1,5%, но исчисление будет производиться от кадастровой стоимости. Продлили для предпринимателей налоговые каникулы. Закон разработали и внесли в облпарламент депутаты Роман Кавинов и Михаил Максюков. Нулевая налоговая ставка предусмотрена для тех, кто впервые начал свое дело, перешел на упрощенную систему налогообложения или патент. Льготой смогут воспользоваться предприниматели, которые работают в сфере бытовых услуг, а также в производственной, социальной или научной сферах. С 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход, поэтому предприниматели должны будут выбрать подходящую для себя систему налогообложения. У нас больше 200 предпринимателей пользуются этой мерой в Владимирской области. Для стартаперов это большая поддержка. Это такая особенная мера нашего региона. Кроме нас, только в трех субъектах в федерации приняты такие меры. Сегодня депутаты приняли этот закон. Наибольшую дискуссию среди депутатов вызвал закон о приватизации государственного имущества. Его суть заключается в том, что программа приватизации разрабатывается администрацией области, а ЗАГС собрание будет ее утверждать. Администрация области инициативу не поддержала. Однако, по мнению авторов законопроекта, новый закон сделает процесс максимально прозрачным и открытым. Ведь речь о приватизации ряда крупных социально значимых для региона предприятий. Подобный закон, к примеру, уже действует в Нижегородской, Томской, Липецкой и других областях. К нам в законодательное собрание неоднократно поступали обращения общественных организаций, непосредственно общественной палаты Владимирской области, которые обеспокоены возможными приватизациями ряда крупнейших предприятий Владимирской области. Законодательное собрание считает, что данные мероприятия и данные события, важнейшие для экономики региона, с учетом передачи государственных предприятий в частную собственность, должны проходить публично, открыто и гласно. После обсуждения закон о приватизации был принят. В следующий раз депутаты законодательного собрания соберутся 25 ноября.